Компания Infinii. Регистрация в компании и первые шаги после регистрации в компании Infinii. Приветствую вас, с вами на связи Николай Лобанов. И сегодня мы пройдем самые первые и самые, наверное, необходимые уроки, для того, чтобы каждый из вас мог легко и правильно зарегистрироваться и при этом не иметь никаких проблем. На сегодняшний день сайт компании находится в бета-версии, поэтому регистрация производится не по ссылке. Войдя свой аккаунт, вы найдете вот такое письмо от Infinii. Здесь имя вашего пригласителя. И давайте мы зайдем в это письмо. Переведем его на русский. И посмотрим. Здесь видно, кто вас пригласил. И самое важное вот здесь. Это ваш логин, а вот это ваш пароль. Вы их увидите сразу же и на английском, и на русском. Давайте мы с вами скопируем вот этот пароль. И нам нужно зайти вот по этой ссылке. Да, здесь, к сожалению, ссылка неактивная, поэтому мы ее просто копируем. Открываем в другом окне. И видим вот такую форму. В эту форму нужно внести ваш логин и ваш пароль из письма. Заходим опять сюда. Берем ваш логин. Берем ваш пароль. Обязательно внимательно копируйте. Некоторые копируют вот так. И есть пробел. Либо в начале слова, либо вот так вот в конце. У меня даже не получается. Но следите за тем, чтобы не было пробелов. Чтобы вы копировали только от первой до последней буквы. Вносим. И кликаем вот сюда логин. Запомнить меня не кликайте, потому что вам будет предложено сейчас задать новый пароль. И никогда не тревожьтесь, если вы забыли свой пароль. Вот здесь есть кнопка сброс пароля. И вы всегда можете ею воспользоваться. Кликаем логин. Нас приносит уже на сайт. И здесь нам нужно заполнить несколько графов. То есть это уже окончательная регистрация. Давайте посмотрим. Вот здесь вы должны внести свой пароль. Задать уже хороший, надежный и в то же время пароль, который вы запомнили или записали. Далее вы вносите телефон. Далее почтовый индекс, страна и город. Указывайте все на английском языке, даже если здесь переведено на русский. Потому что корректно будет именно на английском. Я сейчас внесу и мы продолжим. Вот внесли индекс, страну, город, адрес. И кликаем по кнопке обновления. На всякий случай проверьте каждый из этих графов. Не забудьте записать пароль. Выбирайте сложный. Речь идет о деньгах. И кликаем обновление. Или update. На английском языке здесь будет написано. Все. Мы впервые вошли на ваш сайт. Я специально сейчас переведу на английский язык. И я рекомендую заходить именно на английском языке. Давайте сравним. Если мы зайдем на русском языке, вот что мы видим. Но здесь нет активных ссылок. Хотя нет. Вот сейчас они активны. Но все-таки лучше на английском. Давайте вот здесь смотрите. Это ваши активные ссылки. Они здесь для того, чтобы вы могли оплатить партнерский статус. Это 10 долларов в месяц. И приобрести программу. Это 50, либо 150, либо 400 долларов в месяц. Вы начинаете, конечно, с 50. Это самый такой разумный шаг. Итак, кликаем вот сюда в начале. И здесь вам нужно просто немножко подкорректировать данные. Вот здесь видите. 9.95 в месяц. Здесь вам нужно внести фамилию свою. Здесь выберите страну. Если, например, как Украины здесь нет, то выбирайте Россию. Это не столь важно здесь. Главное – это оплатить. Выбираем Россию. И вот здесь ваша задача не совершить ошибок. Во-первых, здесь вы пишете имя. Например, так. Здесь вы пишете отчество. Хотя на карте нет отчества, но вы все равно пишете. Здесь вы пишете фамилию. Далее вы пишете 16-значный номер. Я не буду считать. А вы посчитайте, чтобы цифра была обязательно 16. И вот здесь вносите дату. Но не так, как у вас написано на карте. А вот в этом формате, который написан здесь. Две цифры – это месяц, затем слэш, наклонная палочка, и четыре цифры год. То есть это выглядит должно вот так. 10 слэш, 2016, 2018 и так далее. Здесь вы вносите код. Три цифры. Вот в этом, чтобы вы не совершили ошибку. Если совершите, оплата не пройдет. Здесь цифры должны быть соответствующие. И вот здесь вы ставите две галочки. Кликаете «Submit». И оплата должна пройти успешно. Если оплата не прошла по какой-то причине, вы проверьте еще обязательно, чтобы было соответствие на карте. Вот это имя и фамилия. Обязательно вот это соответствие. Если все-таки после этого не проходит оплата, тогда звоните в банк. Только в банке работники знают, почему не прошла оплата. Они вам подскажут и вы сможете оплатить. Подходит любая карта Visa, MasterCard, Discover. Не подходит Maestro, Visa Electron или какие-то еще. Надеюсь, что здесь вопросов у вас не возникнет. Далее. Мы вернемся назад. Следующий шаг – это оплатить программу. Почему вам нужно оплатить вот это? Пока вы не оплатите партнерский статус, то есть 10 долларов в месяц, вы не сможете пригласить ни одного человека. Как приглашать, я сейчас покажу. Но вы не сможете, пока не оплатили. Пока вы не оплатите вот это продукт, то есть лицензию на продукт. Здесь форма такая же. Но вы вот здесь выбираете тот продукт, который вы хотите купить. Либо это 50, либо 150, либо 400. В начале кликаем 50. Здесь тоже можно исправить фамилию. Здесь все то же самое мы с вами уже делали. Имя, отчество, фамилия, номер карты 16-значный. Здесь месяц, слэш, 4 цифры, год, CVV, 2 галочки и оплата. Вот это то, что нужно сделать в первую очередь. Потому что не оплатив продукт, вы не сможете получать вознаграждение. Не оплатив партнерскую программу, вы не сможете подключать новых партнеров. Если вы, конечно, хотите никого не приглашать и не строить структуру, можно не оплачивать 10 долларов. Но не оплатить 50 долларов вы не можете, потому что вы не сможете тогда ничего зарабатывать. Смысла никакого нет. И после того, как вы оплатили, у вас появляются уже возможности, во-первых, приглашать партнеров и пользоваться продуктом. Для того, чтобы пригласить партнера, вам нужно зайти вот сюда. Partners, Reports и Binar View. На русском языке это будет выглядеть так. Партнеры, Отчеты, Двоичный вид. Давайте зайдем и там, и там, и посмотрим, чем это может отличаться. Когда вы зайдете сюда, у вас есть две кнопки. Binar и Personal and Roll Tree. То есть здесь будет видно ваше дерево бинарное, а здесь ваше линейное дерево. Вы видите 10 уровней под собой. Итак, сначала мы находимся в бинаре. Опускаемся немножко ниже, и вот вы. А вот ваши два места. Возможно, если у вас очень активный спонсор, то у вас уже под вами кто-то есть. Вот смотрите, как здесь. Free – это свободное место, а здесь уже кто-то есть. Чтобы посмотреть, кто, вы кликаете и видите, под вами человек. Даже два. Кликайте по этому человеку, увидите, здесь еще люди. То есть это говорит о том, что спонсор активный, здесь уже пошел перелив, и здесь уже есть большое количество людей. Скажу вам, что в InfiniEye подписывать людей просто элементарно. И я думаю, ни у кого не возникнет проблем с тем, чтобы пригласить не два, а, например, 20 человек. Но это, конечно, зависит от того, как вы к этому относитесь, хотите ли вы строить структуру. Итак, для того, чтобы пригласить человека, вам нужно нажать на кнопочку Free. Именно Free. Вот здесь с правой стороны Free есть, с левой – нет. И для того, чтобы, например, подписать в левую ветку, а вам обязательно нужно одного влево подписать, одного вправо, которые оплатят по меньшей мере 50 долларов, тогда включается партнерская программа. Итак, чтобы влево подписать, вы кликайте вот сюда, Go to button left, или эта кнопка здесь еще называется «Перейти к нижней левой». Да, смысл понятен. Когда мы кликаем «Go to button left», мы переносимся в самый низ. И под этим человеком, в самом низу, есть левая и правая свободные места. Естественно, если это левая ветка, мы подписываем влево. Если это будет правая ветка, мы подписываем вправо. Хотя, можем и так, и так, но я рекомендую подписывать именно так. В левой ветке в левую сторону, в правой – именно в правую. Для того, чтобы выслать вашему человеку запрос, кликаете вот здесь «Free» и кликаете «Send innovation». Открывается форма, в которую вам нужно внести на английском языке имя, фамилию, электронный адрес, без ошибок обязательно, и желаемый юзернейм или логин. Здесь уже есть ваш партнерский логин. Вы заполняете вот это все и кликаете «Send innovation». Пока вы не оплатите 10 долларов, это не сработает. Вот как, например, здесь. Я нажму, но тут ничего не сработает. Даже когда у вас внесено и вы нажимаете, несколько секунд должно пройти, 3-5 секунд, не спешите. Эта форма сама исчезнет, и это говорит о том, что ваше письмо уже направлено вашему партнеру. Он, как и вы, заходит на свою почту, кликает по ссылке, вносит логин и пароль и заходит в свой кабинет, завершает регистрацию, и у него же есть, как и у вас, полноценный кабинет, который тоже нужно оплатить и уже начинать работать. Если вам нужно вправо, допустим, здесь у вас тоже есть люди, вы тоже кликаете «Go to write», то есть вправо. Либо вот здесь, если «Free» свободно. Опять же, кликнули, кликнули «Send», заполнили данные и кликнули «Send innovation». Вот таким образом производится регистрация. Только через кабинет. Сейчас это бета-версия, поэтому вот так. В дальнейшем, я думаю, будет ссылка, но сейчас это делается так. Здесь мы можем обновить, здесь мы можем искать своих партнеров в дальнейшем. Не знаю, работает ли сейчас эта функция, но, по крайней мере, работать она будет обязательно. И когда вы кликните по вот этой кнопке, перед вами откроются 10 поколений вашей команды. Вот видите, 10. Чтобы увидеть, вы кликайте «Show». Поскольку здесь сейчас никого нет, то, естественно, пустые места. Здесь будет имя, здесь электронный адрес, статус партнера, то есть оплатил ли он 10 долларов и статус по продукту, купил ли он продукт. Вы всегда будете знать, кто в вашей команде активен, а кто пришел просто так посмотреть непонятно на что. Потому что здесь нужно действовать. И чем быстрее, тем более эффективно. Итак, мы с вами прошли главные моменты. Как зарегистрироваться, как оплатить партнерскую активность, как оплатить продукт. И следующее, что вам нужно сделать, это подготовить документы для того, чтобы у вас работал спринтборд. Это наша с вами торговая площадка, это наша с вами программа. Кликайте сюда, спринтборд. Перемещаетесь вниз. И здесь у вас есть шаг 1, шаг 2, 3, 4. Во-первых, вам нужно вот это прочитать. Все, что написано. Это документы, которые нужно изучить. Это наши с вами обязанности. И это наш договор, который мы заключаем с компанией. Поэтому обязательно этот документ откройте. Он, конечно, на английском языке. Вы просто-напросто копируете его или просто выделяете все, Ctrl-A, Ctrl-C и вставляете в переводчики. В браузере Google вот здесь кликаете сюда и находите переводчик. Если его здесь нет, кликаете еще. И вставляете в переводчик содержимое этого документа. Английский. Вставили. И он здесь переводится. Обязательно все это прочтите. Обязательно. Потому что дальше нужно будет ответить на вопросы, которые касаются того, что вы здесь прочитали. То же вы делаете и со вторым документом. Вы кликаете вот сюда, открываете второй документ. Открываете, копируете его, вносите в переводчик, читаете, изучаете. И только после этого вы переходите к шагу 4. Кликаете шаг 4. И здесь нужно заполнить анкету. Это вопросы, на которые нужно ответить. Именно потому, как мы ответим на эти вопросы, компания понимает, мы прочли документ или нет. Ознакомились с ним или нет. Понятно, что он на английском языке и на многие вещи непонятны. На этот случай я вам дам подсказку, но обязательно прочтите все то, что касается этого документа. Сейчас я тоже вместе с вами это сделаю. Я вам дам вот такую ссылочку на уже заполненную анкету. Вы просто сделаете то же самое, что здесь. Вот здесь галочка стоит в первом окне, поставили в первое. Откроем дальше. Во втором в последнюю. В третьем тоже нижняя. И так вот вы все вопросы заполните. И мы с вами сможем идти дальше. Сейчас я это сделаю и потом включусь. Итак, я заполнил. Вы можете, кстати, это тоже скопировать все и перевести, чтобы понять, о чем вообще идет речь. Ну, я думаю, главное, чтобы вы поняли. Мы не имеем права показывать посторонним лицам, и тем более в YouTube или других каких-то каналах интернета, какие товары по какой цене мы покупаем, по какой цене их продаем. Это коммерческая тайна. И здесь еще оговорятся условия наших взаимоотношений с площадкой Springboard, с компанией и так далее. Поэтому я рекомендую все это изучить и потом уже поставить необходимые ответы. После этого вы кликаете Submit. И вот здесь под каждой страничкой вам нужно расписаться. Для этого вы вот здесь вставляете свое имя и фамилию, такие же, как они у вас вот здесь. Фактически, вставляя сюда свое имя и фамилию, вы подписываете эту страничку. Это ваша цифровая подпись. Я рекомендую скопировать. И вы вставили и кликнули Submit. Открывается следующая, третья страничка. Здесь вы тоже вставляете свое имя и фамилию. Кликаете Submit. Открывается четвертая. Здесь опять вставляете имя и фамилию. Кликаете Submit. И так на каждой из страниц, которые здесь открываются. И когда вы поставили на последний, нам нужно окончательно поставить вот здесь еще галочки. Тоже скопируйте, о чем здесь идет речь. Переведите и поставьте галочки. После этого опять вносите свое имя и фамилию. И кликаете Submit. Юзернейм здесь уже ваш вставлен. Кликаете Submit. И после этого уже включается ваша площадка Springboard. Вот смотрите. Вот она. Она сейчас почти готова. В ближайшие дни она запустится. Здесь на пакете 50 у вас 15 товаров. И вот здесь вы можете посмотреть перечень тех товаров, которые уже продавались. Здесь вы можете посмотреть их цену. Мы не имеем права этого показывать, поэтому я закрою вот эту левую часть. Я просто покажу цену, чтобы вы понимали, о чем здесь вообще идет речь. Вот цена, по которой товар вам предлагается продавать. Вот цена, по которой вы можете купить этот товар на Springboard. И вот ваша прибыль, чистая прибыль от данной продажи. Это деньги, которые забирает себе Amazon. Это деньги, которые забирает себе компания Infinei. И вот это ваш доход. Я думаю, это весьма неплохо. Вложив 17 долларов, получить почти 6. Но на каждом товаре свои условия. Поэтому вы посмотрите и поймете, что продавать любой товар выгодно. Но лучше найти тот товар, который наиболее выгодный. Итак, мы с вами здесь справились. Здесь вы дальше сможете продавать на вот этой площадке. Вы можете посмотреть видео, получить больше информации. Главное, что мы уже активировали. Теперь мы переходим ко второму шагу. И активируем наш кошелек GPG. Для активации нашего кошелька мы переходим в раздел Payments, Payout Setting, то есть настройки вывода денег. Кликаем здесь. Здесь уже есть ваши данные, но нужно внести еще дополнительные. Здесь вы вбиваете свой электронный адрес, имя, фамилия. Здесь вбиваете пароль. Тот же пароль, который здесь на вашей площадке. Указываете телефон, указываете страну, свой адрес, город, штат, то есть область или край. И ваш индекс. Сейчас я заполню и мы пойдем дальше. Данные здесь вы заполняете латинскими буквами и заполнив кликаете кнопочку Register. Нас переносит на новую страничку. Здесь тоже необходимо кликнуть на кнопочку, которая находится здесь. Можете тоже прочесть, перевести, но кликаете продолжить. После этого на почту, которую вы указали, приходит пин-код. Его нужно сюда внести и после этого кликнуть кнопку Submit. Заходим на почту. Да, кстати, здесь написано, что в течение 5 минут приходит письмо. Обязательно посмотрите папку Spam. Если вдруг оно попало туда, значит оттуда его извлечь и взять оттуда пин-код. Письмо пришло примерно через 2 минуты, поэтому не волнуйтесь, если его сразу нет. И вот письмо. E-mail.verification.pin. Вы заходите сюда и берете свой пин-код. Вставляете его в это поле. Кликаете кнопку Submit. И нас переносит на форму, которую тоже нужно заполнить. Пожалуйста, здесь заполняйте все правильно и записывайте то, что вы заполняете. Ну, во-первых, выбираете страну. Это не сложно. Здесь есть практически все страны. Есть ваш e-mail, есть ваш логин. И вот здесь вы вносите пароль. Тот пароль, с помощью которого вы будете заходить на свой аккаунт. Сделайте его сложным, но обязательно скопируйте, чтобы вы могли потом восстановить. Запишите себе, чтобы он был у вас. В этом поле вы выбираете два контрольных вопроса. На случай, если вы забудете пароль или еще какие-то данные, выберите то, что вы здесь поймете и знаете. И обязательно запишите, что вы внесли в первый вопрос, в второй, какие ответы. Я выберу свои, и мы тогда пойдем дальше. Ниже вы вставляете свой мобильный телефон. Здесь кликайте Not. Потому что если Select, здесь требуется что-то внести. Просто Non кликайте. И если вы хотите получать письма на электронную почту после ваших транзакций, то кликайте здесь. Будете получать письма на свою почту. Далее вы выбираете свой часовой пояс. Для России это, по-моему, будет 02, для Украины плюс 3. И здесь вставляете свой день рождения. Американский формат. Вначале пишется месяц, потом день, потом год. Оформляете и здесь. Здесь вы вносите свой адрес. Улица, дом, квартира. Если нужно, указываете регион, район или область. Здесь вы указываете штат, но вернее здесь Украина или Россия. Здесь свой индекс. Можно вот здесь исправить телефон. Поставить плюсик вместо этой кракозябры. И после этого кликайте кнопочку вот здесь. Согласен со всем, что здесь заполнил. Делаем это и нажимаем на кнопку Submit. Продолжить. После нажатия открывается такая табличка. Кликаем ОК. И здесь мы вносим тот пароль, который только что указывали при заполнении последней формы. Тот, который я рекомендовал сделать длинным, сложным и при этом записать. После этого кликаем логин и мы заходим в наш кабинет. И вот так выглядит наш с вами кабинет. Давайте мы сразу переведем его на русский язык. Здесь есть кнопка выбора языка. Выбираем русский. И тогда вообще становится все просто, удобно и комфортно. Вообще кабинет очень привлекательный. Чем он привлекателен? У вас есть возможность вывести деньги на банковский счет. Здесь, по-моему, мы можем указать даже два счета. На свои карты. Виза или Мастеркард. Вы просто кликаете вот здесь. Добавить счет. Добавить карту. И есть возможность еще выводить на виртуальную карту. Или расплачиваться. Вот здесь есть виртуальная карта. Вот. Ее тоже можно здесь открыть. Все функции я сегодня вам еще показывать не буду. Потому что они откроются тогда, когда здесь появятся первые деньги. И когда уже будут деньги начислены в ваш кабинет, вы легко их выведете сюда и будете ими распоряжаться. Выводить либо одним, либо другим, либо третьим путем. Вы можете даже переводить своему знакомому, своему партнеру, у которого есть такой же счет в GPG. Это что очень-очень удобно. Партнерам, клиентам и так далее. И когда вы кликаете на кнопку выход, это перекидывает вас опять же в ваш кабинет. Вы здесь кликаете на логин и заходите в свой кабинет. После оплаты продукта у вас откроется вот здесь возможность проходить уроки, тренинги. Вы просто кликаете и смотрите. Сейчас это все на английском языке, но в ближайшее время будет переведено и на русский язык. И мы с вами сможем обучаться уже на русском языке. Кликаем, запускается видео, смотрим, разбираемся и действуем. Здесь очень подробная пошаговая система обучения. Поэтому у нас с вами не возникнет вопросов по поводу того, как здесь зарабатывать деньги. А деньги, смею я вас уверить, здесь зарабатываются очень и очень серьезные. Поэтому действуйте, не откладывайте, не оттягивайте. Начинайте действовать буквально в первый же день. И вас ожидают очень серьезные перспективы. И в отношении бизнеса, и перемен в вашей жизни. На этом наш урок я заканчиваю. С вами был Николай Лаванов. Если видео оказалось для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И обязательно действуйте в компании Infinei. Субтитры сделал DimaTorzok